здравствуйте дорогие друзья сегодня я поделюсь одним из своих состояний которое пережил во время утренней медитации буквально два дня назад опишу в деталях но немножко еще и затронем тему самадхи что же такое самадхи я расскажу в буквально в двух трех словах то есть тем тема это очень глубокая очень глубокая уровни самадхи также очень много зависит от практики от состояния йогина от состояния в котором пребывает его тело его энергии его ум от очень часто состояние самадхи также еще зависит от самой традиции в которой практикует йогин вот ну факторов очень много и уровню вхождения в те или иные самадхи уровне погружения не также очень очень разнятся в большинстве случаев уровне самадхи или же уровне просветления которые на которых очень часто рассказывают очень учителя нынешнего времени они все же связаны с в большей степени с самадхи на уровне сознания то есть самадхи связаны с энергии с самадхи связаны с выходом из физического тела погружения в какие-то высшие состояния они не описываются поскольку он по большому счету и техник таких никто не знает вот к сожалению поскольку ну по всей видимости утрачены эти практики эти возможности и так в двух словах состояние самадхи это состояние когда мы когда наше сознание когда наше восприятие не наше сознание а наше восприятие она в некоторой степени начинает мигрировать то есть если в терминах карлс кастанеды смещение точки сборки в традиции индуизма это все-таки ну в некоторой степени миграция миграции нашего восприятия из поверхностного восприятия, то есть человеческого восприятия, обусловленного восприятия, то есть состояния нашего интеллекта, нашего ума, в направлении восприятия астрального тела, каузального тела, то есть тонких тел, одного из семи тонких тел, до которого мы сможем благодаря техникам созерцания или техникам йоги добраться или допрыгнуть в медитации. То есть, условно говоря, наше восприятие — это некая точка, Это сравнение. И есть 7 тонких тел. Каждое из них всё более тонкое, всё более качественное. И вот наше сознание или же наше восприятие начинает смещаться. Сначала в одно грубое тонкое тело, потом ещё в более тонкое, потом ещё, 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 ещё. И так до тех пор, пока мы не начнём переживать какие-то более глубинные состояния, связанные с нашей естественной природой, с той природой, из которой наша Душа, собственно, и вышла, или с той природой, которой мы обладали до рождения, до выхода из состояния Света. Но это вот вкратце. В этих состояниях, в этих астральных телах, в этих переживаниях мы, соответственно, переживаем те или иные состояния, связанные с астральными мирами, миром форм, с каузальными мирами, миром без форм. Здесь и объясняется, как бы, из позиции буддизма, из позиции йоги термины используются. И немножко зачитаю цитаты из священных писаний, как они объясняют состояние самадхи. И там объясняются или даются очень интересные термины, которые объясняют состояние, в которых, или в которых, или которые переживает сам йогин при погружении в те или иные состояния самадхи или уровни самадхи. Ещё раз повторяю, их очень много. О мудрый! Пробуждённые называют самадхи высочайшее знание, вечное блаженство и удовлетворённость, спокойствие, восприятие всего, как оно есть на самом деле. И действительно, когда переживаешь состояние самадхи, ты перестаёшь себя идентифицировать как физическое тело. Ты, входя в иные состояния, в иные параллельные измерения, более глубинные, более тонкие и в то же самое время более чистые, ты в какой-то момент начинаешь понимать, что твоё нынешнее состояние пребывания в физическом теле, оно не единственное. Существуют другие состояния, в которых ты более богат на какие-то внутренние качества, внутренние способности. То есть у нас в физическом теле существуют что? Эмоции, существует интеллект, деятельность физического тела и всё. В то же самое время в астральных мирах, в каузальных мирах мы переживаем ещё и другие состояния, более тонкие, более чистые. Ну, самые простые, я о них очень часто рассказываю, это, к примеру, память прошлых жизней, знание будущих своих воплощений, ну и так далее. Здесь все эти качества, они описываются наряду с теми состояниями, которые мы ещё и переживаем. То есть вечное блаженство, удовлетворённость. Да, действительно, когда входишь в состояние самадхи, ты понимаешь, что как бы некуда особо и спешить, ты там, где нужно, и находишься, вот оно, состояние это. Но в то же самое время как бы нет того, кто говорил бы это, что это то состояние, оно просто как бы есть, оно часть вас самих. Сейчас с позиции интеллекта я этому даю объяснение, но когда там находишься, это немножко по-другому переживается. Далее. Самадхи называется состояние, которое твёрже твёрдой горы мир, невозмутимое, без чувства эго и без влияния пар противоположностей. И такие качества тоже существуют. Там, в этом состоянии, как я уже сказал, вы не чувствуете себя как Я, вы не чувствуете себя как Личность, вы понимаете, что вы являетесь частью всего мира, частью всей Вселенной. Вы как бы неотделимая частичка всего этого мироздания или этих процессов мироздания. Тяжело подбирать слова, конечно. Далее. После понимания разум пребывает непрерывно в своей природе. С этого момента мудрый постоянно пребывает в непрерывном самадхи. Это качество также существует. То есть если вы погружаетесь в глубинное состояние, в состояние в один из уровней просветления, в очень глубокое состояние самадхи, то ваше внутреннее восприятие, ваша внутренняя какая-то раскрытость, она остаётся в том состоянии навсегда. Но в то же самое время ваше сознание, в силу того, что нужно всё-таки выполнять какую-то деятельность, оно может выходить из этого состояния, но потом очень легко туда же и возвращаться. Ну, по крайней мере, так это в моём случае происходит. То есть когда мне нужно выполнить какую-то работу, я, естественно, отвлекаюсь от этого состояния. Но когда мне нужно вернуться, я без особого труда возвращаюсь в некие состояния, в которых, к примеру, я получаю информацию, ту информацию, которая мне интересна. Ну, для примера. Ну что, на этом, я думаю, достаточно. Для начала. Видение, которое у меня случилось, или переживание астрального мира, которое я получил два дня назад, оно связано с, опять-таки, с Дивеевской обителю. Ещё полгода назад я говорил, что если я поеду в Дивеевскую обитель, у меня опять на протяжении полугода будут всевозможные мистические переживания, связанные с этой святой обителью. То есть оно как бы получается так, что посещая такие святые места, ты заряжаешься на очень большой отрезок времени. И благодаря тому, что ты там побывал, скажем так, наполнился святой чистой энергией, святым светом, в моём случае по инерции, я ещё на протяжении полугода или продолжаю переживать те или иные состояния, связанные с этим святым местом. Вот в данном случае так и происходит. Как я сказал в прошлый раз, так оно и происходит. То есть у меня спонтанно начинаются какие-то переживания, и этими переживаниями я, соответственно, делюсь, стараюсь поподробнее рассказывать, дабы мы понимали, как работают те или иные аспекты нашего сознания, наших энергий, нашего в целом восприятия. Ну и с другой стороны, на самом деле эти переживания не очень хорошо пробуждают в каждом из нас доверие, доверие высшим духовным Знаниям, высшим духовным Истинам. В частности, очень хорошо пробуждаются благодаря этим Знаниям в людях, в подписчиках доверие, допустим, к святым, доверие к чудотворным иконам, доверие, в конце концов, к Богу. К сожалению, так получается, что христианство находится сейчас, или православное христианство находится в некоторой степени в таком унылом состоянии, поскольку не будем эту тему поднимать. Я считаю, что я не должен этим заниматься. Мы и так понимаем, в каком состоянии находится христианство. Но так или иначе эти истории, которыми я с вами делюсь, эти мои переживания, или переживания людей, которые делятся также со мной, они в некоторой степени побуждают нас к более глубинному переживанию тех или иных аспектов православной веры, допустим, православного учения и так далее. В частности, появляется доверие к таким святым, как Серафим Саровский, кстати, мой любимый святой с некоторых пор. Итак, смотрите-ка, когда мы посещаем святые места, у нас кроме физического тела есть ещё тонкие тела. Как я уже сказал, у нас семь чакр, соответственно, в каждой чакре находится своё астральное тело или каузальное тело. И в этих чакрах, точнее, каждая из этих чакр связана с определённым миром. И, соответственно, когда наше сознание переживает те или иные состояния, связанные с этими чакрами, мы обретаем или переживаем или наполняемся качествами этих миров. И вот, соответственно, когда мы совершаем паломничество по святым местам, по святым источникам, не только наше физическое тело, не только наш ум, не только наши энергии прикасаются к этим святым энергиям. На самом деле прикасаются и все семь тел, которые есть у нас, кроме физического тела. То есть работают. Благословение мы получаем ещё на уровне всех семи других центров энергетических. Соответственно, если находимся, конечно же, в хорошем, чистом состоянии веры, допустим, либо доверия к высшим духовным нашим покровителям, таким как, если это речь идёт о Дивеево, то, к примеру, Серафиму Саровскому. Как я уже сказал, благословение мы получаем не только на уровне физического тела и на уровне астральных тел также. Впоследствии это благословение работает таким образом, что астральные тела постепенно начинают очищаться. Когда очищаются наши астральные тела, начинает улучшаться судьба. Этот процесс взаимосвязан, поскольку вся информация, от которой зависит наша судьба или вся информация, которая проявляется, проявляется как наша судьба, вся эта информация, посредством этого благословения, очистившись, она начинает влиять на непосредственно ту судьбу, которая у нас уже создана. То есть чем больше паломничеств, чем больше молитв, чем больше поклонения, тем лучше или благостнее это сказывается на нашей судьбе, на нашей жизни. Одно из таких вот духовных прикосновений к такому святому месту, к таким святым источникам я вам сегодня и расскажу. В Дивеевской обители существует один основной источник, это источник Серафима Саровского. Находится он в деревне Цыганковка. Расположен этот источник на расстоянии 18 километров от самой обители Дивеева. Но в самой Дивеевской обители существует ещё 5 других источников. С одной стороны, ой, даже не знаю, в каком направлении, но я думаю, те, кто будут посещать эти святые места, вы можете там спросить. Там на самом деле как бы эти источники, они сгруппированы. В одном из них находятся три источника вместе, на расстоянии 15-20 метров друг от друга они стоят. А с другой стороны у реки также находятся два других источника. То есть один источник преподобной Александры, другой источник какой-то чудотворной иконы, название не помню. Соответственно, там, где сгруппированы три источника, там один из источников посвящён Пателемону-Целителю, другой источник Серафиму Саровскому, а третий источник, по-моему, если не ошибаюсь, чудотворной иконе Умиления. И по всей видимости существует история, в которой описывает, что именно в этом источнике зимой однажды крестьянин, по-моему, в прошлом веке, выловил из пруда или из этого источника икону. Она была небольших размеров, и эта икона хранится в Дивеевской обители, в одном из храмов. То есть эта икона действительно существует и поныне. Он её выловил, и от этой иконы даже многие люди ещё и исцелились. То есть она чудотворная. И, соответственно, с тех пор этот источник признано считать или принято считать чудотворным святым источником. То есть там находятся три источника вместе. И в последнюю поездку мы путешествовали группой людей, то есть нас было около 10 человек, это несколько семей с детьми. Было очень тепло, было радостно, позитивно. Хотя я очень боюсь холодной воды, поэтому я единственный раз, когда искупнулся, это искупнулся всё-таки в источнике Серафима Саровского. И мне всегда очень тяжело переступить через боязнь холода. Поэтому единственное, что я делаю, это только лишь немножко пью воды и обливаю голову. То есть я не совершаю омовения в этих источниках, ну вот такой вот трус я, не могу пересилить себя, извините меня, пожалуйста. Возможно, что если бы я окунался в каждом из этих источников, благо было бы ещё больше, но как-то вот в моём случае вот так вот. То есть я как-то прям с большим трудом переношу холод. Как вы поняли, я в этих источниках не окунался, но когда мы там ездили, и моя супруга, и малыши, и наши друзья, они все купались, мёрзли, дрожали, стучали зубами, но купались. Благо было очень тепло, летом, как я понимаю, очень комфортно купаться, поскольку вы выходите, на улице жарко, и организм согревается очень быстро. И вот в один из таких походов, когда мы совершили там омовение, мы шли по прямой, по дороге, мы решили не ехать на такси, поскольку там буквально, может быть, километра полтора от этих источников до самой Дивиевской обители. Шли мы по прямой, как я уже сказал, и вот этот элемент в состоянии медитации я и увидел. То есть, по всей видимости, когда мы совершали омовение, и моё астральное тело также прикоснулось к этим святым энергиям, к этой святой благодати, этих источников. Обратите внимание, я рассказываю о благодати только святых источников. А какова благодать вообще самой Дивиевской обители? Это, наверное, не описать даже словами. В медитации я увидел очень необычное видение или переживание. Во-первых, я утратил ощущение тела, я утратил ощущение своего дыхания, сердцебиения. То есть, в целом, я перестал ощущать реальность, и я перешёл в то состояние, в котором находилась именно моя душа во время посещения Дивиевской обители. И я увидел себя стоящим на дороге, которая располагается между этими источниками и самой Дивиевской обителью. То есть, мы прошли от источников буквально в направлении Дивиевской обители, ну, может быть, метров 300, как раз перешли мост через реку, начали входить в частный сектор, пошли дома с правой стороны, с левой стороны дома. И я вижу в медитации именно этот момент. Но в то же самое время я не вижу свою физическую оболочку. То есть, это состояние как бы не связано было с переживанием физического какого-то состояния, а я видел свою тонкую астральную оболочку. И я увидел необыкновенный свет, который шёл у меня из-за спины. И этим же светом была наполнена моя оболочка, моя тонкая оболочка, астральное тело. То есть, я видел себя парящим подобно шару, и этот шар постепенно передвигался в направлении Дивиевской обители. При этом и Дивиевская обитель, и здание, всё то, что нас окружало, природа, лес, река, строения какие-то, они все обвиделись как бы состоящими из такой прозрачной, чистой энергии, очень красивой энергии. И когда я как бы обернулся посмотреть, откуда же исходит свет, я к своему огромнейшему удивлению я увидел, что сияют этим безумно ярким светом именно эти три святые источника. И я также увидел, что эта энергия или этот свет, в который мы погрузились благодаря омовениям, он таким образом работает или влияет на наше астральное тело или на моё астральное тело в данном случае, что в какой-то момент начала происходить трансформация моего восприятия, то есть моё сознание начало с одной стороны расширяться, с другой стороны углубляться всё глубже и глубже внутрь самого себя, то есть я начал переживать состояния, которые я до этого, ну, к примеру, переживал только во время очень интенсивных упражнений йоги или же переживал во время того, как я выполнял паломничество в Индии, во Вриндаване. Там я такие же похожие состояния переживал, но они несколько в ином состоянии виделись, а здесь несколько другой аспект я заметил и увидел, и я постараюсь этим аспектом с вами поделиться. Я видел, что этот свет, которым я наполнился от посещения этих святых источников, этим светом наполнена не только Дивеевская обитель, там, где стояли храмы, но и что самое интересное, из этого света состояли даже дома людей, тех людей, которые жили вокруг Дивеевской обители. Более того, я видел и души, которые живут в этих домах, я видел их мысли, я видел их внутренние состояния, я видел какие-то кармические предпосылки. И что самое интересное, я видел, что все эти души, все эти души, которые живут в дивеевской обители они живут там на самом деле не просто так это души которые кармические связаны с серафимом сыровским с дивеевской обители с этим святым светом то есть это души которые изначально наделены какой-то благодатью и там каких-то неправильных людей или нечистых людей и в принципе тех людей которых там не должно быть их там нету там все все только те кто связан с дивеевской обители то есть получается так что существует как бы источник огромнейшей света это сама дивеевская обитель и все те люди которые окружают эту дивеевскую обитель они кармически связаны с этой обителью то есть их рождение происходило не просто так не спонтанно не по какой-то нелепости глупости да все настолько взаимосвязано все эти судьбы настолько глубоко переплетены я смотрел на все на все эти души на все эти строения на все то что меня окружало я был поражен насколько господь все мудро продумывает или а продумывает ли он все все это да либо он сразу это как каким-то образом создает тоже спорный вопрос но то что я видел я видел именно таким образом каким я пытаюсь вам донести и что самое интересное благодаря тому свету который я получил в этих после омовения в этих источников или питья воды из этих источников этот свет который находился в моем астральном теле в моем в моей душе он видоизменял мое восприятие я утратил ощущение себя самого я в какой-то момент начал переживать себя как этот свет пребывающий сразу во всех этих душах или во всех этих состояниях я видел себя и в ближних зданиях которые находились недалеко на в пределах видимости да я видел себя как сознание энергия находящийся в далеких зданиях в далеких именно в душах людей я видел себя как свет который наполняет все вокруг это неописуемое состояние я не чувствовал себя как личность меня в тот момент как бы не существовало это переживание но его невозможно объяснить она просто ты как бы есть но ты есть как все и тебя нет как личность как как я виталий или я в ираке да просто не было но ты в то же самое самое время существовал и ты намного более реальнее существовал в этом состоянии и что самое интересное даже общаться с этими душами которые живут вокруг этой девеевской обители и сквозь эти здания сквозь этим души которые находились в этих зданиях вот ну это все конечно же это очень объемное видение все очень как бы это сказать многогранное многомерное что ли и сквозь эти здания я видел что девеевская обитель она сияет таким же самым светом но в во много раз более ярким более насыщенным и я еще в какой-то момент встрепенулся в этом состоянии и меня мелькнула мысль боже если эти святые источники обладают такой яркостью таким велико великолепием то каким же светом сияет тогда девеевская обитель и это было еще более удивительным то есть я чувствовал этот это сияние я некоторой степени даже видел это сияние сквозь эти нагромождение этих зданий этих душ человеческих которые проживали в этих зданиях но визуально я видел ну как бы не очень ярко поскольку здание и души мне ну мешали то есть я не мог видеть но в то же самое время я понимал что в том направлении которой я направляюсь и иду до стоит девеевская обитель и она сияет таким огромнейшим светом еще интересный момент что я заметил я обратил внимание когда этот свет напомнил наполнил мою душу мое астральное тело я увидел что над над самим девеева нет грязных энергий то есть я оглядывался по сторонам и я также чувствовал себя в некоторой степени как энергия и сознание которое находится еще и по всей россии но вовсе во всей россии так вот над всей россией была такая вот как бы грязевая оболочка то есть такие какие-то грязно-желто грязно мусорные энергии которые покрывали очень многие пространства эта шапка это грязевая оболочка которая покрывала всю нашу страну ее не было именно над девеевской обителью то есть там где начинались источники там где начиналась граница девеевской обители вот эта грязь она каким-то образом исчезала и над над девеева было такое чистое небо такое ну святое даже небо и да что здесь говорить на самом деле там там не только девеевская обитель святая то там даже люди которые живут в этих домах которые может быть и не всегда осознают что они живут в девеева да они может быть живут обычной человеческой жизнью но они тоже по большому счету обладают этим качеством святости и вот это вот удивительно то есть ну конечно это можно воспринимать с какой-то долей иронии но я могу сказать что это переживание очень необычное и для меня это было переживанием очень потрясающим вот одно из таких состояний я с одной стороны я пережил себя в другом состоянии как бы состоянием все наполненности не только этого этого физического тела но состоянием в котором я находился во многих местах одновременно я и мыслил одновременно в сразу в нем во многих ракурсах и знал одновременно о состоянии сотен и тысяч людей до что здесь описывать то ну вот действительно место святое и описать я уж сколько роликов посвятил этому святому месту но я так понимаю что чем больше я записываю тем больше мне будет впоследствии записано поэтому таким элементом я сегодня с вами делюсь переживание очень глубинные очень глубокая еще раз подчеркиваю я такие состояния переживал только в святом городе вриндаван во вриндаване и в городе в котором раз по расположены святые озера шяма кунда радха кунда я не помню как он называется по-моему город так и называется радха кунда на сегодня таким переживаниями хотел с вами поделиться до до новых встреч